Добрый день, друзья! Сегодня готовим картофельные зразы с грибами. Картофель отвариваем до готовности в подсоленной воде. А в это время подготовим начинку. Нам понадобятся грибы-шампиньоны и одна луковица. Мелко их нарезаем. В сковороду наливаем растительное масло, нагреваем его и высыпаем лук. Обжариваем его до полуготовности. Затем добавляем нарезанные шампиньоны и, помешивая, жарим их до полной готовности. Грибы я очень люблю и готовлю с ними абсолютно разные блюда. Ну а ссылки на мои самые любимые рецепты я оставлю внизу под видео. Надеюсь, и вам они придутся по вкусу и очень понравятся. В самом конце приготовления добавляем по вкусу соль и свежемолотый черный перец. Таким образом, вкусу начинки будет более ярко выражен. Когда картофель сварился, сливаем воду, ставим на самый слабый огонь и выпариваем лишнюю жидкость. Затем добавляем черный молотый перец и разминаем до состояния пюре. Даем пюре остыть до слегка теплого состояния. Затем добавляем одно яйцо и хорошо перемешиваем. Далее всыпаем 3 столовые ложки муки и перемешиваем до однородности. Стол присыпаем мукой. Руки тоже должны быть в муке. Берем приблизительно 2 столовые ложки картофельного пюре и делаем из него лепешку. На центр выкладываем грибную начинку и формируем сразу. При этом пальцы должны быть в муке, чтобы картофель не прилипал. У нас получается что-то похожее на пирожок. Теперь мы его округляем и обваливаем в муке. Лишнюю муку стряхиваем. В итоге получается вот такая зраза. Толстенькая и достаточно большая. Я перекладываю заготовки на противень, а затем обжариваю. Можно формировать зразы и сразу их постепенно жарить. В сковороде разогреваем растительное масло, кладем зразы и обжариваем их с двух сторон до золотистого цвета. Зразы переворачиваем с помощью двух вот таких маленьких лопаток, либо с помощью одной большой. Таким образом обжариваем все зразы. Из данного количества ингредиентов получается 8 зраз достаточно большого размера. Сегодня я делаю их с грибами, но в качестве начинки можно использовать и другие ингредиенты. Мясной фарш, тушеную капусту или яйцо с луком. Получается с каждой начинкой по-своему вкусно. Готовые картофельные зразы с грибами подаем горячими, с ложечкой густой вкусной сметаны. И по желанию сверху присыпаем измельченными перышками зеленого лука. Это блюдо мне знакомо с детства, такое родное и давно полюбившееся. Пробуйте приготовить и вы. Не забывайте поставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. Ну а почитать рецепт с пошаговыми фото приготовления вы можете на моем канале Яндекс Дзен. Ссылку оставлю в описании под видео. До новых встреч! С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова